Хан, вот из-за событий на Украине, золото, говорят, поднялось. Что будем теперь делать с золотом? Наша страна всегда была богатая, у нас есть ресурсы. Нет, нам чужое золото не надо, наше ханское золото. Что будем делать? Нет, ханское золото нету. Это золото вообще нету и не мечтаете ее, правильно? Да, конечно. Это же наше с тобой золото. Нет, ханское золото нету. Давно ушло к коммунистам. Коммунисты ее куда-то спрятали. И что теперь нам делают? Мы можем всегда поддержку дать. Морально, политически, в нашей стране, всем, кто живет в нашей стране. Ну, что поделаешь, в такой стране мы живем. Хорошей, плохой разницы нету, правильно? Только женщины потеряли куда-то. Нормальную женщину практически нету. Чтобы на нее взялся, мужчина женился. Все женщины губы накачали, все женщины деньги хотят, машину хотят. Слушай, как с этими женщинами вообще разговаривают? Хан, это все хорошо. Насчет войны на Украине что скажешь? Ничего, я только скажу. Нет, это понятно. Мир наладить надо. Все понятно, мир наладить надо. Наладить мир надо, потому что славянские братья между собой ни в коем случае нельзя допускать. Блядь, во все Америка виновата. Я вам честно говорю, англичане и Америка, блядь. А, можно санкции обеявишь Америка? Ну, Америка и Англия полностью виноваты от того, что вот это случилось. Но я предлагаю мир между Украиной и Россией. Мир. Почему? Потому что мы тысячи лет были вместе. Русские сарматые, русские скифы и украинские сарматые. Это один народ, один тель. Они были антами когда-то, славянские анты, потом гебидами. Гебидами.